Шкуру бобра, например. Вот так вот. Но правда, всё это приходит, когда я засыпаю. Дизайн своих валенок пимокат Иван Плахута видит во сне. Говорит, устал катать пимы с утра до вечера. Недавно пришло на ум. А почему бы валенки не превратить в произведение искусства? Вещие сны подсказали. Нужен мех, кожа, краски и фантазия. Начинаю засыпать. Начинаю думать. У меня вариантов очень много в голове. А потом, конечно, я утром сажусь, вот что я надумал, начинаю делать. Ну вот, прошил вчера. Вроде бы это получилось. А это тоже вчера вечером. Думаю, а как я здесь буду? Он же я ещё на клей сажу. Клей и нитка, чтобы было вообще практически крепко и надолго. Расшивает обувь собственного производства пимокат в домашней мастерской. Уже заготовил большое количество меха, кожи. Говорит, зима длинная, скоро возьмётся и за женский вариант. Только там понадобится цветная и более мягкая кожа. С производством катанок помогает супруга. Я думаю, детям очень понравятся всякие меховушки. Зайчики, совы. И вот я их изобразила на валенке. Тут будут глазки, он ещё недоделанный. Ну вот такой вот мохнатый, чудесный зайчик. Дизайном детских валенок занимается исключительно супруга. Мастерица говорит, здесь полёт фантазий вообще безграничен. К тому же получается ультрамодная вещь для малышей, которую не купишь ни в одном магазине. Валенки расписывают вручную акриловыми красками. Тема рисунков, природа и всё, что с ней связано. Также расшивают мехом и даже крупными бусинами. А чтобы валенки были ещё практичнее, Иван Плахута решил, как дополнение к обуви, смастерить стельки из берёзовой коры. Береста не впитывает влагу, прекрасно сохраняет тепло и оказывает бактерицидное воздействие. Автор говорит, на практике проверено, в таких пимах не замёрзнешь даже в лютые морозы. Идём в лес, берёзовый июль месяц, хорошо снимается береста. Снимаем бересту, потом эту же сельку прикладываем, обводим и ножичком вырезаем. Несколько раз в день пимакат устраивает музыкальные пятиминутки. Под гитару исполняет песни на стихи рукодельницы жены. Говорит, может, это и помогает рождаться новым деревенским шедевром. В этих катанках ходят даже за границей. Несколько пар валенок отправили в Канаду. Носят тёплые расшитые пимы из Большой речки в Санкт-Петербурге и Германии. Недавно деревенские ремесленники отправили несколько десятков пар обуви для жителей Крайнего Севера. Теперь пимакат намерен принять участие в международной выставке в Москве и шить ультрамодные сибирские пимы, у которых можно будет показаться даже на подиуме. Ольга Максюшина, Алексей Фролов, Енисей. Новости.